Всем привет, ребята! Добро пожаловать на ТиДжи! Меня зовут Таня и наверняка не каждый из вас имеет желание рассчитывать калорийность вашего рациона, просчитывать калории каждого вашего приема пищи, высчитывать БЖУ. Не все из нас понимают, как это делать правильно и не у всех у нас есть на это время. Поэтому в этом ролике я расскажу вам про очень интересный и эффективный метод расчета своей индивидуальной порции еды с помощью вашей ладони. Используя вот такой вот подручный в прямом смысле этого слова инструмент, как ваша ладонь, мы с вами научимся не переедать, мы будем с вами определять конкретную порцию каждого из продуктов из каждой категории, и тем самым мы с вами будем осознанно подходить к планированию вашего рациона. Ну и прежде чем мы с вами начнем, я обязательно напомню вам подписаться на мой канал, ну а если вы это уже сделали, то не забывайте включать колокольчик оповещения о новом видео на ТиДжи, чтобы вы не пропустили ничего полезного для вас. Итак, давайте начнем с размера вашей ладони, так как именно на ее размер мы будем ориентироваться, подставляя вашу ладонь к тому или иному продукту. Мы с вами все разные, девушки, мужчины, телосложение у всех у нас разное, и если вы помните, есть три самых распространенных самототипа фигуры, это эктоморф, мезоморф и эндоморф. Эктоморфы это люди худощавого типа сложения, с низким процентом жировой прослойки, такие маленькие миниатюрные девочки и мальчики, то есть их ладонь по сравнению с другими типами фигуры будет, конечно, гораздо меньше, и, конечно же, их порции, сопоставляясь с их ладони, будут меньшими, чем у других типов фигуры. Мезоморфы это люди со средним телосложением, я как раз мезоморф, и очень часто бывает, что эти люди как раз занимаются спортом, и их ладонь будет уже чуть больше, чем у эктоморфа. Ну и как вы могли догадаться, эндоморфы это более тучные люди, с чуть большим процентом жировой прослойки, и, конечно же, их ладонь будет самой большой и объемной, и, естественно, их порции будут больше. Также, если мы с вами говорим о женщине и мужчине, и, к примеру, пусть они будут оба мезоморфами, и визуально у них ладони будут одинаковыми, в любом случае мужчине нужна больше порция, так как мужскому организму вообще нужна калорийность повыше, чем женщине. Ну а какая конкретно порция, сейчас мы с вами разберем. Как мы с вами поняли, размер вашей ладони индивидуален и зависит от вашего типа сложения, и когда мы будем сопоставлять вашу ладонь рядом с едой, мы можем акцентироваться на некоторые секции вашей ладони. В первую очередь это фаланга большого пальца, затем это может быть указательный один палец, два пальца, ваша ладонь, ладонь вместе с пальцами, горсть и такая вот охапка из двух ладоней. Давайте для начала разберемся с категориями продуктов, по нутриентам. Если мы говорим с вами о белке, то обычно принято считать, что белок должен распределяться на уровне вашей ладони, не учитывая пальцы, то есть вот этот вот кружевочек, в зависимости от вашей конкретной ладони. Если мы хотим отмерить своей ладонью углеводы, к примеру, какие-то бобовые, каши, овсянка, гречка, макароны, то мы можем их отмерить своей горсточкой, то есть вот так вот, как будто бы зачерпнули гречку и шлепнули себе на тарелку. Вот такая вот горсть, в зависимости от размера вашей ладони. Жиры обязательно нужны в рационе здорового человека, но, конечно, их размер будет чуть меньше. Мы можем ориентироваться на фалангу вашего большого пальца, вот этот вот размерчик. И, конечно же, не будем учитывать размер вашего ногтя. Пусть даже он может быть у вас километровый, нарощенный. Конечно же, очень многое зависит от конкретных продуктов. К примеру, те же углеводы, они могут быть как простые, так и сложные. И не все мы можем измерить прям вот такой вот горсточкой. Где-то этих углеводов должно быть меньше, где-то больше, а где-то это может быть вот такая вот охапка каких-то овощей несладких. Поэтому давайте на примерах простых продуктов я вам покажу, как можно измерить все вашей ладонью. Всеми любимая арахисовая паста это у нас что? Правильно, жиры. Поэтому мы измеряем ее с помощью вашего большого пальца, вот этой вот части. И таким же образом можно подставить, к примеру, чайную ложку. Если половина чайной ложки или же целая чайная ложка сопоставляется с вашим большим пальцем, то вы можете приравнивать чайную ложку к вашему большому пальцу. То же самое касается твердых масел. К примеру, сливочное масло мы также измеряем с помощью вашего большого пальца. Шоколад это у нас смесь жиров и углеводов. Тем самым вы можете ориентироваться на длину вашего пальца. К примеру, в зависимости от шоколадки, это могут быть 3 или 4 квадратика. Сыр это у нас смесь жиров и белков. Конечно, многое зависит от процента жирности этого продукта, но принято ориентироваться на ширину кусочка сыра в 2 пальца. Мясо, как я сказала, белковый продукт у нас приравнивается к вашей ладони, не учитывая пальцы. То есть вы готовите, к примеру, стейк, смотрите, чтобы он у вас по размеру подходил к вашей ладони. А в зависимости от рыбы вы тоже можете делать этот кусочек больше, если она менее жирная или же меньше, если это жирный сорт рыбы. То же самое касается каких-то мясных рулетиков или же котлеток. Это все умещается в вашей ладони. Но я надеюсь, вы не будете обманывать себя, накладывая вот такие вот стопочки этих котлеток, и как бы нормально, вмещается в мою ладонь. То есть это 2-3 котлеты максимум, в зависимости от их размера. Но также помимо вашей ладони и сопоставления еды вместе с ней, я бы хотела рассказать про распределение продуктов по вашей тарелке. Если мы говорим о белковой продукции, то она должна распределяться на 1 четвертую вашей тарелки. То есть если мы визуально разделим тарелку на 4 секции, то белковая продукция должна находиться на 1 четвертой ее части. Что касается круп, помните, я вам говорила про углеводные продукты, это одна горсть. Также можно ее приравнивать к той же части вашей ладони. Эта углеводная часть, то есть ваш гарнир, по сути, на тарелке должен занимать также 1 четвертую часть. Кстати, если мы с вами говорим про макароны, то если это готовые макароны, то это горсть или ладонь. А если вы их только начинаете варить, то есть, к примеру, длинные вот эти макароны, визуально вы можете измерить одну индивидуальную порцию для вас, используя два ваших пальца. Вы их соединяете, и вот это пространство должно быть размером, к примеру, с двухрублевую монет. То есть, если вы вот так вот протянете макароны, то вот этот объем, это ваша одна порция. Если мы с вами говорим о овощах и фруктах, то они могут быть разные. Некоторые из них менее сладкие, некоторые более сладкие. К примеру, листья салата, какой-то зелени, капусты, огурца. Знаете, есть такие специальные упаковочки готовых уже салатов, так вот, вы их можете измерять вот такой вот горстью. И остальные две четвертые вашей тарелки как раз и занимают свежие овощи. Если мы с вами уже говорим про сладкие фрукты и овощи, к примеру, помидоры некоторых сортов, сладкий красный перец, банан, яблоко, некоторые ягоды, здесь мы уже ориентируемся на ваш кулак. То есть мы складываем ваши пальчики вместе, у нас образуется кулак, и как раз вот этот объем сладких фруктов и овощей мы съедаем за вашу порцию приема пищи. У этого визуального метода расчета ваших порций с помощью ладони, с помощью мерной тары или же вашей тарелки есть свои минусы. Как мне кажется, изначально нужно вообще понимать, что такое нутриенты, сколько калорий содержат банальные продукты какие-то, допустим, 100 грамм курицы или же 200 грамм гречки, что очень легко перебрать калории, особенно что касается жиров. К примеру, если мы сравним с вами 2 горсти миндаля, обычно себе перекус, но на самом деле они разные по своей калорийности, и таким образом мы можем превысить свою дневную норму калорий, и мы будем стоять с вами на месте, ничего не будет меняться в нашем теле. Поэтому, если вы не можете регулировать одну и ту же порцию для вас, я бы советовала все-таки рассчитать рацион, к примеру, на месяц, попитаться этими продуктами, которые будут четко распланированы по граммам, вы будете знать, что вы находитесь в дефиците калорий, что белки, жиры и углеводы в вас в нормальном соотношении, нет переизбытка или недостатка чего-то, вы визуально будете понимать, какой объем порции для вас нужен, в то же время вы будете приравнивать эти размеры блюд к вашей ладони, и запоминать, чтобы в дальнейшем уйти от этих расчетов и пуститься, как говорится, в свободное плавание, отстранив себя от этих расчетов в телефоне. Если вам понравилось это видео, и если оно оказалось для вас полезным, обязательно ставьте лайк этому ролику, я правда очень старалась и знаю, что задолжала вам это видео достаточно давно, если вы питаетесь по такому методу и вообще не считаете калорий, старайтесь адекватно оценивать вашу тарелку, напишите мне в комментариях, получается ли у вас достигать своей цели, и возможно мне нужно раскрыть эту тему более обширно, потому что на самом деле об этом можно говорить вечность, так что буду ждать вашей обратной реакции, и мы с вами встретимся уже в следующем видео. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok